привет друзья сегодня у нас блины вы знаете самый вкусный рецепт блинов да все блины очень вкусны но на самом деле нет универсального рецепта так как испокон века на руси блины готовили из того что бог послал что было на кухне то из того и приготовили сегодня хочу познакомить вас с нашим семейным авторским рецептом нам он очень нравится во первых блины получаются очень вкусные нежные хрустящие они вы знаете универсальные они замечательные сами по себе например со сметанкой и лишь с медом или вареньем они прекрасно подходят для того чтобы сделать из них рулетики с мясом или какой-либо другой начинкой также они великолепны с икрой давайте начнем с чего все начинается мы с вами сейчас приготовим фарш я вам дам рекомендацию если вы хотите приготовить вкусный фарш например для пельменей для хинкали для пирожков вот как сегодня мы с вами будем готовить длины используйте два-три вида мяса например мы очень любим сочетание свинина говядина утка вы можете конечно же делать как угодно вы можете сделать например курица баранина и говядина если вы не кушаете свинину в любом случае когда вы сделаете микс из нескольких сортов мяса вкус конечно же усилится у меня здесь пол килограмма мяса из него мы будем с вами делать начинку здесь у меня три сорта говядина свинина утка один к одному сейчас вы посмотрите каким образом я буду готовить фарш возможно он вам понравится 1 большая луковица чеснок достаточно много 45 зубцов оливковое масло соль черный перчик семьянчик прикрыли крышечкой пусть потомится так ребятки видите и у меня сковородка белая я намеренно использую для того чтобы вам показать вот 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 такой вот как бы благородный нагарчик у нас просто сами получается это хорошо этот нагарчик нам и даст хороший правильный вкус добавим немножечко сухого вина много не надо буквально грамм 50 он даст нам кислинку тот самый вкус умами в общем то этого достаточно теперь этот лучок перекладываем другую миску сковородку назад немножко оливковое масло грей пошел фарш соль немножко черного перца не горячись черным перцем абсолютно верно особенно если он свежемолотый закрываем нашей крышечкой пусть тушится до готовности мы будем с вами поджаривать фарш буквально до такого приятного коричневого цвета лук я сюда не добавляю когда вы делаете начинку мясную для блинов особенно ни в коем случае не используйте сильно жирное мясо не добавляйте во время жарки подготовки фарша много масла растительного или какого-либо еще если мы с вами готовим блины это как правило потом в окончательном варианте будет много сливочного масла поэтому нам нужно соблюдать баланс чтобы блюдо не было жирным мы с вами добиваться будем вкуса не жиром а вот правильным приготовлением сейчас я поджарю фарш до приятно золотистого цвета затем я добавлю туда бульон или же просто воды и когда фарш уже будет готов он получится достаточно у нас такой сочненький мы добавим туда лук лук я не буду уваривать до того чтобы он полностью разошелся я хочу оставить структуру и вкус когда вы будете кушать такой блинчик ребята поверьте мне вы получите совершенно другое впечатление так вот смотрите о чем я говорю эти мяско начала подрумянивать когда у нас с вами такой цвет это говорит о том что мясо у нас с вами будет очень вкусная добавляем водичку или же бульон на ваше усмотрение почистили то есть мы с вами избегаем добавления всяких бульонных кубиков и тому подобное вы видите да то есть я все время его подзору меня не подрумянивают так но наш фаршик готов ребята больше его поджаривать не обязательно теперь возвращаем ему былую сочность добавляем наш лучок молотый кориандр совсем немножко так чтобы дать ему такой приятный аромат вкус ну что скажешь анютка да то есть вот ведь что я добивался жареный фарш и лук жареный да да совершенно верно часть я попробую что у нас там такое прекрасно чуть-чуть еще водички и немножко еще вина добавлю то что я добавляю вино вас это не должно пугать вино полностью испаряется остается только кисловатый вкус поэтому в принципе вот эта еда она подходит для детей вот видишь он вот-вот-вот-вот достаточно влажный он не будет вытекать у нас из блинчика но при этом не будет сухой все выключаем ну сейчас я тебе дам попробовать оценишь давай давай очень сочненько аллилуйя прохладное место пусть ждет своего часа с чем вы кушаете блины с мясом со сметаной классика но все равно хочется что-то такого пеканенького да для того чтобы эти блины заиграли новыми красками мы их кушаем и подаем как правило с аджикой ну соусом аджикой не то есть сухой аджикой которая является приправой нет соус давайте приготовим готовится крайне просто скорее всего каждая семья готовит это прекрасный соус ну если кто-то не знает посмотрите вперед 300 грамм помидор я сливаю в отдельную мисочку мой любимый перец капи если у меня здесь было 300 грамм помидор соответственно 300 грамм перца капи один к одному совершенно верно плодоножку я убираю но семечки в общем-то оставляю потому что они нам понадобятся для фактурности тоже знаете как выглядит аджика немножко томатов для того чтобы смазать наш процесс отправляем перчик кастрюльку продолжаем продолжаем работать с перцем ребята наши подписчики дорогие если есть вопросы спрашивайте настоящий момент я уже оставил работу профессионального повара для меня это канал развлечения я с большой радостью и удовольствием буду с вами делиться своими впечатлениями знаниями рекомендациями но тоже не борзете следующий момент перец чили он даст характер и тот самый острый вкус нашему соусу мы любим остренькая поэтому я буду использовать 3 перчика а вы уже смотрите сами если любите острое соответственно по вкусу добавляйте у перца чили я оставляю семечки немножко нашего помидорчика подведем итог 300 грамм помидор 300 грамм перца капи ну и в среднем грамм 50 острого перца чили сами делайте по вкусу теперь 100 грамм чеснока добавляем остатки нашего томата он остался фактурным но в то же время достаточно хорошо измельчен включайте плиту доводим все это дело до кипения я добавляю тростниковый сахар 2 столовых ложки неполная столовая ложка соли яблочный уксус можете использовать винный уксус среднем 4 столовых ложки закрываем крышечкой доводим до кипения так ребят смотрите закипела все это дело сдержаем температуру на минимум все смешали и даем покипеть наши аджики ну 10-15 минут когда у нас с вами разъединиться овощи и сок значит аджика готова замечательно ну просто замечательно вот все что нужно вкус и перца чеснока уксуса но все достаточно гармонично сахара соли идеально когда наш соус будет готов мы добавим уже в последний момент пол чайной ложечки молотого кориандра дадим немножко вот восточного вкуса но я не буду добавлять ни хмели и сунели и тому подобно то есть я не буду делать грузинского вкуса потому что все-таки блины с мясом это ну как бы исконно русское блюдо поэтому мы сейчас с вами сделаем приправку которая прекрасно будет заходить с блинами но при этом не будет сильно искажать и перетягивать в сторону востока понимаете я еще раз говорю баланс всегда когда вы готовите блюдо думайте о том чтобы ваше блюдо все-таки было приближено к аутентичности ну вот ребята смотрите-ка жидкость отбилась овощи себе это говорит о том что все готово добавляем пол чайной ложечки молотого кориандра соус аджика готов ставим прохладное место буквально через несколько минут мы с вами будем сервировать вместе с нашими блинами с мясом ну что ребята пришло время приготовить тесто для наших блинов что главное в блинах это хорошая сковородка вот у меня моя рабочая сковородка которую я не знаю даже сколько лет лет 30 не менее посмотрите какой рабочий боевой нагар я вам рекомендую иметь одну хорошую сковородку вот такую например стальную только для блинов ничего на ней больше не готовьте только блины потому что там образуется особая скажем так защитная пленочка и блины у вас всегда будут отлетать или же купите специальную сковородку тефлоновую например для блинов это конечно проще всего но я предпочитаю вот такую вот хорошую стальную сковородку блины на ней получается почему-то вкусней мы да мы тефлоном вообще не пользуемся чугун это вот тот самый случай или такие профессиональные сковороды из стали стакан муки это обычная мука сейчас мы с вами и будем просеивать ржаная мука 2 полных столовых ложки большая полная столовая ложка грубая мука грубого помола вы видите что с ней вот она такая крупная да ну чуть чуть мельче чем банка она даст нам мягкость рыхлость наши блинам но при этом наши блины останутся все равно эластичные и не будут разваливаться пол чайной ложечки разрыхлителя разрыхлитель всегда добавляют в муку давайте просеем это пшеничные отруби полная столовая ложка в среднем 5 грамм тростниковый сахар столовая ложка пол чайной ложечки соли полная столовая ложка семечки льна таки до 4 столовых ложки оливкового масла жирный йогурт 3 полных столовых ложки 75 грамм куриное яйцо красота однозначно с таким составом плохо не бывает 2 стакана воды 400 миллилитров вы скажете а чё не молоко а вы знаете на воде у нас блины получается гораздо лучше чем на молоке если будет много молока в блинах то блины у вас получится резиновые а вот на воде вы удивитесь какие они будут нежные и пышные так следующий момент на кончике чайной ложечки пищевая сода основной наш состав готов давайте его смешаем ребятки обратите внимание видите какая жидкая у нас с вами структура теста вот чем жиже тем блины будут мягче и нежней совершенно верно ну практически все добавляем рубленый лучок 2 столовых ложки большой зубец чеснока мощно да все смешали попробуем на соль сахар чуть-чуть сольки в общем то все вот с этой порции мы с вами получим среднем 20 блинов диаметром 18 сантиметров греем сковородку начинаем жарить приготовьте масло сливочное растопите его микроводного печи да кстати забыл добавить еще щепоточку чебреца тимьяна вот так вот да 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 последний штрих многие из вас могут сказать и лук и чеснок и тимьян блин ну чё ты там навалял и ты еще говоришь что эти блины можно кушать с медом вот приготовьте и посмотрите вообще не чувствуется ни лука не чеснока а блины получается до такой степени ароматные и вкусные вот лично я обожаю вот интересные вкусы вот необычные которые в итоге дают просто помпическое соединение именно так ну что ждем пока нагреется наша сковородочка начнем жарить сковородка горячая учитывая что у нас в тесте есть оливковое масло я помажу сковородку только первый раз для того чтобы как говорится первый блин прошел и оставил после себя след потом уже все остальные блины будет просто вылетать так вот чуть-чуток чуточек вот наше тесто видите видите как оно хорошее жиденькое все поломник у меня четыре с половиной столовых ложки это 45 грамм но вот видите красота пока он жарится немножко немножко сливочным маслом сильно не мажьте по поводу масла есть у нас два варианта использования сливочного масла первый если вы сейчас с полу жару сразу блинчик подаете своему любимому или детишкам конечно макетом надо поболазать его очень хорошо другой момент если вы жарите блины для того чтобы попадать их позже например там через час через два маслом много не нужно мазать потому что когда вы их будете подогревать в духовке при низкой температуре 150 градусов где-то так вы же все равно еще маслицем и слегка сдобрите поэтому чтобы ваши блины не были чрезмерно жирными вот придерживайтесь таких правил блины наши готовы учитывая что я их приготовил 20 штук конечно же они уже остыли сейчас мы будем с вами сервировать я их складываю треугольничками эти блины у нас с вами будут с икрой включаем духовку 160 градусов как только духовка будет горячая сразу отправляем блины в печь буквально 15 минут и ваши блинчики будут опять с пылу жару сочные и хрустящие ну давайте делать блины с мясом хорошо пожаренную сторону вовнутрь столовая ложка фарша вот такие вот симпатичные небольшие блинчики с мясом блины я буду жарить на топленом масле ну конечно как вам нравится прекрасно закрывая крышечкой после не прогревается минимум огонь другие блины у нас уже стоят в духовке подогреваются ну все сейчас все будет готова начнем сервировать вот и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, вот наши блины. Посмотрите, как из одного вида блинов можно приготовить три разнообразных тарелочки. Икорочка с мясом, ну и с медом. Давайте пробовать. С чего начнем? Ну, я думаю, что надо начать с икры. Давай. Ну, друзья, какая красота. Изумительно. Смотрите, какие мягкие блины. Нежные. Ты доволен, да? Да. Ну, абсолютно беспроигрышно. Абсолютно. С мясом. Хорошо выводить. Да, то, что доктор написал. Сметанка. Аджичка. Хорошо. Если вы приготовите такие вот блины, такую начинку, такую красную икру, конечно, ваши близкие, ваши друзья будут просто в полном восторге. Анюта, теперь твоя очередь. Пожалуйста. Давай вот с мясом и с аджикой, да? Да. Ой-ой-ой. Очень вкусно. Мне сначала показалось, что это же островато. Нет, оно очень хорошо с блинчиком, с мясом звучит. Великолепно, да? Да. И, то есть, нету восточного вот этого вкуса, да? Как бы вот грузинского, который все-таки перетянет сразу на свою сторону. Мы сохранили вкус русского блюда. Обычный вкус. Да, тот самый привычный, тот самый вкус, который мы любим с детства. Ну, друзья, на этом все. Надеюсь, что сегодняшнее видео вам было интересно, понравилось. Каждый русский, кто готовит, конечно, эксперт по блинам. Сейчас уж, наверное, будет у меня много-много комментариев. Но, прежде чем критиковать, приготовьте. А потом мы с вами поговорим. Увидимся в следующий раз. Пока, мои дорогие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»